Более 900 тонн соличного сырья направлено на переработку в нашей области благодаря компании Тверспецавтохозяйства. Уже в 10 муниципалитетах региона внедрена система раздельного накопления отходов. О том, какие дальнейшие планы у этой организации, как функционирует система на местах, мы расскажем в следующем материале выпуска. Система раздельного накопления отходов внедрена в Верхневолжье с 2020 года. Уже во многих районах можно увидеть площадки с контейнерами и сетками синего цвета, куда можно отнести ненужные бумагу, пластик, металл и стекло. При этом в Тверспецавтохозяйстве отмечают, что при наличии запросов управляющих компаний они готовы идти навстречу гражданам в плане увеличения числа таких контейнеров. Мы готовы выставлять и по две сетки. Дефицитом с контейнеров, слава богу, у нас нет. Поэтому здесь также должна быть очень плотная работа с управляющей компанией, которая на земле, которая на местах. И с теми, с кем у нас действительно уже выстроены взаимоотношения, они нас оповещают. Поэтому усиление по количеству у нас уже где-то имеет место быть. Интересным экспериментом в прошлом году стало открытие так называемых эко-пунктов. Они появились в Конакове, как в одном из динамично развивающихся городов региона. Ну и, конечно же, в Твери, рядом с одним из популярнейших торговых центров столицы Верхневолжья. В них вторсырье можно сдать за деньги. И за время работы, например, вот этой точки на Октябрьском проспекте уже принято почти 110 тонн. Несут все фракции, что означено на этих плакатах. Пэт-бутылки приносят, приносят макулатуру, приносят алюминий. Банки в смысле? Да, алюминиевые, да. Стекло приносят, стекло очень много приносит его. Потому что оно в ходу очень много идет. И люди боятся его, как говорится, естественно, чтобы это побилось, куда-то выкинуть, чтобы это не резаться. Возрастные категории самые разные. От школьников до пенсионеров. Некоторые даже отдают вторсырье бесплатно. Главное, чтобы его действительно пустили в переработку. Тем более, что эко-пункт расположен очень удобно. Мусор можно занести туда по пути в торговый центр. Многие тверичане, опрошенные нами, поддерживают раздельное накопление отходов. Как вы относитесь к раздельному сбору мусора? Я положительно отношусь к этому. Почему это важно, на ваш взгляд? Чистый город, чистая страна. Начинаем с малого. Очень даже положительно. Почему? Ну, потому что мусор тоже надо сортировать. Что-то пригодится, что-то куда-то, как-то. Есть отдельные мусорные ведра на улицах, мусорные баки, которые подразумевают склад пластиковых отходов. То да, это так. Тем временем ЦАХ внедряет новые формы сбора вторсырья. Ведь не секрет, что не все могут самостоятельно сдать вышедшую из строя бытовую технику, старые автопокрышки или пластик с металлом. Поэтому в Конакове появился пилотный проект «Экотакси». Это проект, когда житель, не выходя из дома, по заявке, может сдать вторсырье. Это бытовую технику, это шины, но это также пластик от определенного количества. Еще одной интересной идеей является проект «Мегабак». В его рамках на специальных площадках в Твери и в том же Конакове установлены объемные бункеры-накопители. Сюда можно привезти не только, например, сломанный компьютер и телевизор, но и такие вещи, как старая мебель и автопокрышки. Естественно, абсолютно бесплатно. Что намного лучше, чем платить штраф за выброшенные в ближайший лес шины или разломный диван.